Команда Байсофарт приветствует вас! Здравствуйте! Меня зовут Жанна Розенпель. И сегодня я покажу вам, как просто задекорировать салфетницу в технике легкий винтаж. Оставляйте под этим видео вопросы, я обязательно вам помогу. И не забывайте про сердечки. Подготавливаем к работе декупажную карту от Байсофарт. Фрагмент кладем на файлик вниз картинкой, пропитываем его водой с помощью мягкой кисти. Хорошенько пропитываем картинку. На подготовленную и заранее загрунтованную заготовку наносим декупажный клей. Наносим тоненьким слоем, но очень тщательно, без потеков и без пропусков. Аккуратно переворачиваем файл с картинкой и прикладываем к заготовочке. Работаем с первой гранью. Приминаем ручками и удобным резиновым шпателем. Наша задача выгнать весь воздух и картинку хорошенько пригладить. Аккуратно снимаем файлик с работы. И еще раз с помощью мягкой кисточки покрываем всю поверхность клеем для декупажа. Не дожидаясь высыхания, работаем по мокрому. Шлифовальной губкой срезаем со всех ребер излишнюю бумагу декупажной карты. После срезки еще раз берем кисточку и заклеиваем все уголочки, все ребрышки. После этого тщательно просушим ту грань, которую мы задекорировали, перевернем на другой бачок заготовку и повторим те же самые действия со следующей гранью. Подготавливаем трафарет с надписью и текстурную пасту. Мы используем тонкую текстурную пасту от Таира. Аккуратно пыльной стороной мастихина наносим пасту достаточно тонким слоем. После хорошей тщательной просушки мы немножко зашлифовываем наш рельеф. Разводим акриловую краску бежево-розового цвета. Этим оттеночком мы подрисовываем декупаж в тех участках, где картинка у нас не перекрывает заготовочку. Делаем легкие облачка, тонируем разными оттенками, белым, розовым, бежевым. Крышку с рельефными надписями аккуратно перекрываем этим оттенком. Тщательно выкрашиваем, не пропускаем участки. Нам нужно равномерное, красивое такое кофейное покрытие. Потом берем замедлитель для высыхания, умбру натуральную и разводим нашу любимую смесь для патинирования. Наносим ее мягкой кистью на крышечку нашей заготовки. Очень важно нанести во все углубления, на все уголочки, на все ребрышки. После этого берем влажную салфетку или мягкую ветошь и аккуратно-аккуратно снимаем излишки патины. Тот же способ патинирования применяем на других гранях заготовочки. Это обязательно. Наносим кисточкой состав для патины. Напоминаю, что это замедлитель и акриловая краска. Очень мягенько тонируем и вытираем излишки все той же ветошью. Один из незаменимых приемов декорирования в винтажном стиле это, конечно, наброск. Мы будем использовать белую акриловую краску, очень сильно разведенную водой. Берем грубую кисточку и щетины, пропитываем вот этим раствором и делаем наброск на все грани. Очень важно, чтобы наброск был неравномерный, чтобы были какие-то очаги, чтобы было интересно рассматривать вещицу, приближая ее к себе и наблюдая за вот такими интересными эффектами. После тщательной просушки всех декоративных слоев обязательно лакирую на несколько раз матовым или шелковистым лаком. Заготовка преобразилась, у нас получилась новая красивая вещица. Продолжение следует...